Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам приехала в Ворский Иверский женский монастырь. История святой обители насчитывает пока только 8 лет. Но, несмотря на юный возраст, здесь сочетают древние монашеские традиции Руси, Афона и Грузии. А началась история обители ни много ни мало со святой горы Афон. Я очень благодарен судьбе, что у меня был духовник, изначально монах. Монах, который некоторое время жил на святой горе Афон. И, наверное, вот это вот... Тем более, это очень ценно. Самый первый приход твоего в церковь, к священству. Вот в чьи руки ты попадаешь. Это вот эта закваска, потом она будет работать. Почему? Потому что человек приходит вот с таким искренним порывом всегда. Желание духовной жизни, оно вот на протяжении всего 27-летнего священства, оно сопутствовало мне. Слава Богу. С 2000-м году мы вступаем на землю Афона, попускаемся на колени, целуем ее. Такая моя связь с Афоном потом продолжалась много лет. Я сначала считал, сколько раз я там был. После 30 раз я перестал считать. Вот в этой атмосфере каждый день труд, ночи, молитвы. И, наверное, вот эта закваска как-то меня направила на направление духовное. А люди, просто люди, кто к чему тянется, тот находит человека, ситуацию, место. В Георгиевском храме стали собираться люди, которые хотят жить духовной жизнью. Возникло сестричество с уставом, близким к монастырскому. Потом я им стал рассказывать об Афоне, о Иисусу и молитве. И нам захотелось в меру наших возможностей и сил. Ну а почему бы нам не только читать книжки, рассказывать друг другу, мечтать, а почему бы не перейти от мечты к самому делу, к самой жизни. С двух до трех ночи каждый у себя дома стал вставать на Иисусову молитву. Какая-то часть людей, которые не имели семейных обязанностей, определилась уже в сторону монашества. И первые постриги наши начались еще в Кафедральном соборе. У нас еще не было монастыря. И при Кафедральном соборе стала появляться община первых монахинь. А потом этот монастырь, он уже под нашу общину выстроился. Не так, что мы строим монастырь, а потом ищем туда монахинь. Наоборот. А так, слава Богу, что по факту просто стали нужны стены для уже существующего монастыря внутри этой общины. В 2013 году был заложен первый камень в основании храма и самого монастыря в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Украшения внутри главной церкви напоминают о местах, где особенно прославляют Царицу Небесную. Можно заметить, что вот такие подсвечники – это более греческая традиция. Лепнина, вот такие вставки, там вы посмотрите, белые, там и растительность изображена, птички, звери разные. Так украшали храмы в Древней Руси. В росписи в нашем храме, сделанной художником, заслуженным художником России, Михаилом Кирильчуком. Вот, и это фрески, которые как бы перенесены с Софийского храма в Киеве. И эти росписи делал Воснецов. А это как бы перенесение вот этих росписей на поверхность именно плоскости. Сама форма храма, так многие отмечают, ну, это тоже такая византийская базилика, так вот строились раньше тоже храмы, как дома, дома для Бога. И очень простая форма, но она как раз очень четко выражает смысл, да, самого и богослужения, и нашего христианского вот видения такого. Главная святыня храма – икона Богородицы Иверская. Образ написан местными мастерами практически в тот же размер, что и на Афоне. Эта Богородица, она хозяйка в нашем монастыре. Каждый вечер мы исполняем здесь в храме чин прощения. Как старшая я сначала прошу прощения у Богородицы, а потом сестры подходят также к Богородице, и ко мне, и так по старшинству. Когда я веду людей в Иверский монастырь, говорю, что вы сейчас увидите самую великую икону. Начинаются вопросы, даже противоречия. Да икон много, и почему самая великая? Это ваше субъективное мнение. Но когда мы выходим в Матереск, и все просто находятся в таком благоговейном молчании, она действительно удивительная икона. И поэтому, когда мы думали, кому посвятить наш монастырь, конечно, в первую очередь хотелось это связать с Пресвятой, потому что это самое светлое после Христа, что есть. А когда именно с какой иконой или с каким событием, мы решили, что это будет Иверский монастырь. Монастырский корпус создан по принципу афонских монастырей в стиле каре и представляет собой четырехугольное сооружение, по которому можно пройти, не выходя на улицу. Все три этажа закольцованы. А в самом центре – храм преподобной Марии Египетской. Я думаю, каждая женская община должна иногда себя ставить рядом с Марией Египетской, чтобы не уйти куда-то в фантазии, в мнении о себе. Внутри храма Марии Египетской – старинный крест, который был найден под городом Гай. Этот крест установил отец погибшего сына. Его сына загрызли волки в степи, когда он заблудился в метель. И в память об этом, и как в помощь путникам, которые будут проходить по этому царскому тракту, вот проходил там царский тракт через поле, был установлен такой крест еще в XIX веке. Удивительно, но в советское время комбайнеры даже объезжали этот крест, а в XXI веке святыню перенесли в монастырь, украсив древними крестами и иконами. Рядом с этим храмом есть так называемая скамейка радости. Действует она очень просто. Смотрите, человек садится на нее, делится своими тревогами и переживаниями. После рассказа о пережитом сердце и, главное, ум становятся легче. Паломник поднимает глаза к небу, а там… Новогодние игрушки прямо из нашего детства. Времени, когда о нас заботились родители, ограждали от проблем и тревог, говорили, что хорошо, а что нет. Возвращаться в этот безмятежный период нужно обязательно, ведь детство – это начало и источник нашей жизни. Это очень необычная дверь в храм. Старца Гавриила. Ее батюшка наш придумал. Вот как вы думаете, что это такое? Ну, какой-то очень интересный декоративный элемент. Да, это обычные пуговицы. Ничего себе. А это секретик. Его нужно смотреть с той стороны. Так, в чем же здесь секрет? А, ну это когда как в детстве, да? Когда мы под стеклышко закапывали. Интересно, делают ли такие секретики только в земле современные ребята, а взрослые? Кто-то скажет, что это чудачество, но именно своими чудачествами. Блаженный Гавриил как бы говорил окружающим. Люди, очнитесь от своей гордости и пустого тщеславия. Святой Гавриил Ургибадзе, наш современник, который взял на себя редкий подвиг юродства. Знаете, вот когда спрашивают, а за что ты меня любишь? Иногда можно что-то говорить, а иногда только разводить руками. Да люблю и все. Тем более, святого так трудно оценивать. За что? Вот он просто вошел в твое сердце и не вышел. Ни за что как-то. И знаете, духовное пространство, оно живет не деталями, а оно очень цельное. Ты вот, как есть такое понятие, импрессион. Ты воспринимаешь не через детали, а через общее впечатление. Вот ты вдохнул это, и все, тебе не нужно оценивать, ты его уже получил. Наверное, так говорил Ургибадзе. Он просто пришел к нам. Мы забыли дверь закрыть. К храму пристроена келья, где можно побыть в уединении. Сестры живут здесь в дни затвора. И паломникам дают возможность прикоснуться к тихой, безмолвной жизни. Такой вот уголок Грузии на Оренбургской земле. Если вы все еще сомневаетесь, возможно ли в степях Оренбуржья почувствовать себя, как на родине старца Гавриила, то вот вам, пожалуйста, виноградники. Совсем скоро под ясным небом и благодаря заботливому уходу здесь созреют гроздья ягод. Но чем не Грузия? Внутри монашеского корпуса есть домовый храм преподобного Симеона Нового Богослова. Этот святой очень близок к насильникам обители по своему духу. Находится он на втором этаже основного корпуса. Здесь тоже мы иногда служим литургию. И здесь рядом расположена библиотека, в которой много книг духовного содержания. И все наши сестры, паломники могут прийти сюда, взять книгу, отметив в тетрадке. Основным подвигом святого Симеона стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде «Господи помилуй». Мы оцениваем духовную жизнь не просто исполнение нравственного закона. Это по большому счету могут даже и неверующие люди делать. Основная нить духовной жизни для нас – это молитва. Все остальное, конечно, присутствует. Но приоритет ценности выстроен так, что все должно быть осолено молитвой. И молитва не просто как вычитывание, проговаривание, а молитва как состояние присутствия Христа внутри тебя. Здесь же в храме фотовыставка афонских подвижников. У нас, знаете, однажды была здесь такая шутливая ситуация. К батюшке пришли на беседу мама с дочкой, которые в первый раз оказались в монастыре. И вот они пока ждали, батюшка пока их примет, я проходила мимо, и вдруг они меня спрашивают, «Матушка, а чьи это фотографии?» Я говорю, «Это монахи. И все здесь живут?» Был их ответ. То есть принято, да, что в домах вешают фотографии тех, кто там живет. И можно сказать, что они у нас живут духом своим, духовно нас укрепляют. И мы верим, что молитва афонских отцов тоже помогает нашему монастырю. Храмов в святой обители еще много. О них и о монашеской жизни мы расскажем в следующем выпуске программы о Борском Иверском монастыре. Когда меня спрашивают, сколько вы планируете, отвечаю, что я вообще ничего не планирую. Планирует так ответственно, просто входить в планы Бога очень ответственно. Поэтому мы не планируем, мы просто живем, как Бог даст. Когда меня спрашивают, как ты все это построил, я говорю, «Знаете, я вот живу уже 8 лет в таком состоянии». «Да какой 8 лет до этого?» Я просто присутствую перед тем, как Богородица и Господь строят, а мне разрешают рядом с ними ходить, делать умный вид и просто наблюдать за этим. Я бы сам никогда ничего этого не сделал. Не в плане зданий, не в плане тем более людей. И Господь, если благословит, все составится. Поэтому все происходит. Мы просто терпим труды, скорби, недоразумения. И все происходит, слава Богу. Но вы сами наблюдаете, что все происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok